33-летняя Алена Чечун живет в агрогородке Сошно. В райцентре бывает не так часто, как хотелось бы. Из-за тяжелой формы ДЦП молодая женщина с детства прикована к инвалидному креслу. Ты приезжаешь сюда, на Рокоссовского? Да, да. Не часто, но приезжаем. А чем добираетесь, расскажи? Такси. Ну, автобусы. Социальное такси. Организация социального такси приезжает за нами, и мы приезжаем, и потом назад от Возикла. На улице Рокоссовского в Пинске находятся районы и территориальные центры социального обслуживания населения. Именно здесь молодые инвалиды со всего района могут получить внимание со стороны социальных работников. Однако возможность приехать сюда есть далеко не у всех. На праздники, короче, мы. Потому что нет возможности, и самым мы тоже так часто ездить. А вот сейчас, когда автобус, вот буду Алену саму уже отправлять. Приезжать будете, и тут она будет общаться. Адамушка, ну ты готова сама приезжать сюда? Да, да, я готова. Приезжать в город чаще и с максимальным комфортом Алена и другие инвалиды-колясочники района смогут благодаря вот этому автомобилю. Рассчитан он на семь пассажиров плюс место для человека в коляске. Поднять такого пассажира на борт помогает специальный автоподъемник. Как тебе было комфортно подниматься? Да. Этот специализированный микроавтобус районному территориальному центру социального обслуживания населения как раз в профессиональный праздник работника соцзащиты передал Пинский райисполком. Приобретение автомобиля – пример успешно реализованного государственно-частного партнерства. Основная сумма на приобретение автомобиля была выделена нашим земляком Синкевичем Николаем Николаевичем. Переоборудование автомобиля было осуществлено на деньги Пинского районного исполнительного комитета. О меценате, пожелавшем остаться в тени, известно, что он бизнесмен. Уроженец Пинщины живет в Минске. В благотворительности участвует не впервые. В этот раз сумма его личного пожертвования составила 65 тысяч рублей. На эти деньги была куплена пассажирская «Газель». Еще порядка 26 тысяч понадобилось районным властям на ее переоборудование. В первую очередь для того, чтобы молодым инвалидам из сельской местности, в том числе колясочникам, было на чем добраться в отделении дневного пребывания. Я думаю, что это будет замечательно. Автомобиль будет за ними ездить, будет график составлен. Их сюда будут доставлять и отвозить обратно. Районные центры социального обслуживания населения планируют использовать микроавтобус и в качестве социального такси. Услуги пассажирских перевозок станут доступны сельским жителям из категории наиболее уязвимых. Это не только инвалиды, но и пожилые люди. По специальным фиксированным тарифам они смогут добраться практически в любое место назначения.